Анна Прокопчук спрашивает, мой сын встречается с девицей легкого поведения, я не хочу ссориться с сыном как мне быть, хочется, чтобы он жнился на девушке православной, чтобы детей воспитывали в православной вере. Во-первых, я не знаю, какой смысл вы вкладываете в слова легкого поведения, значит ли это, что он дружит с проституткой или с блудницей, если это это, тогда что значит, я не хочу ссориться с сыном, тогда нужно спасать своего сына, пока он не заболел с сифилисом или не сошел с ума, потому что Соломон говорит, что из-за связи с блудной женой, проституткой, это тоже самое легкое поведение, очень легкое, люди обнищевают до последних куска хлеба, теряют совесть, стыд, разоряют все, что им дашь, если же вы этим словом называете какую-то модель поведения, которая мне очень нравится, тогда это другое, я не знаю, что вы имеете в виду, вдруг, например, девица какая-нибудь современная, веселая, разбитная, такая хохотуха, без особых комплексов, и вам это кажется не очень скромным, если вы так считаете, то тогда аккуратней пользуйтесь словами, потому что мы не понимаем, о чем вы говорите. И если она просто вам не нравится, потому что она не православная по типу поведения, то здесь нужно быть поосторожным, тогда вы правы, что вы не хотите ссориться с сыном, и не мешаете мне препятствий с ней. Конечно, вы хотите, чтобы сын женился на православной девушке, но я вас хочу спросить, вы их много видели? Ну конечно, видели где-то, ну в церкви, когда они в платочках, а после церкви, видите, как они платочки снимают сразу, и как меняется несколько у них, походка и взгляд, и является ли такой уж гарантией воспитания правильных детей, это то, что девушка вашего сына будет православной. Я вам сразу скажу, что не является. Девушка хочет выйти за православного парня, выходит за православного парня, знакомится в храме, потом говорит, боже милости, какой кошмар, за кого я ушла замуж. Такое бывает очень часто, это вовсе никакая не гарантия. Поэтому тут какой-то такой вопрос, как бы понимаете, я хочу, чтобы он то, а это чтобы он не то, я вот не знаю сколько ему лет, потому что если ему пятнадцать лет, например, то вы вправе еще командовать, но если муж ему двадцать пять, тогда вам вообще тут не о чем говорить, пусть сам решает свою судьбу, он же взрослый мужик. Ничего здесь непонятно, ничто значит легкое поведение, нисколько лет вашему сыну, ничего от него хотите, ничего хочет он непонятно. Поэтому по сути вопрос пустой, отсутствие конкретики в этом вопросе, нет возможности на него отвечать, к сожалению. Уважаемая Анна Рокотчук, Комарова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»